Бизнес, инвестиции, бюджет, привык. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. 3 миллиарда рублей дополнительно получит Кировская область на дороге. Договоренность об этом была достигнута во время встреч губернатора Александра Соколова с представителями Министерства транспорта России, которые прошли накануне в Москве. Дополнительные деньги пойдут на строительство и ремонт региональных дорог. Также по итогам встреч было подтверждено финансирование строительства тоннеля под Транссибом в Нововятском районе и моста через Чепцу. Проектно-сметная документация для возведения моста уже готова. Сейчас за счет средств областного бюджета документы будут разрабатывать и для тоннеля. Контракты на выполнение работ по строительству обоих объектов предполагают заключить уже в 2023 году. На пост бизнес-омбудсмена в Кировской области два кандидата. Это председатель Совета директоров группы компании «Руснедвижимость» Екатерина Решкович и председатель Совета Кировского рекотделения Общероссийской общественной организации «Опора России» Андрей Вавилов. Ходатайство о внесении кандидатуры Решкович подала вице-спикер ОЗС Ирина Морозова. Вавилова выдвинула Вятская торгово-промышленная палата. Теперь кандидатам предстоит выступить перед предпринимательским сообществом. Дата слушаний сейчас согласовывается. Губернатор в течение трех рабочих дней после слушаний с учетом мнения общественности выберет одну из кандидатур. Напомню, что до этого уполномоченным по защите прав предпринимателей был Вячеслав Попов, а до него пост занимал один из кандидатов этого года Андрей Вавилов. В эфире «Экономика». В организации Кирова ставят контейнеры для раздельного сбора мусора. Рекабиратор «Куприт» развивает в регионе концепцию зеленого офиса. Речь идет об установке специализированных хорн в рабочих зонах коммерческих компаний, государственных и муниципальных учреждений. Это небольшие контейнеры для пластика и макулатуры, а также сетки для сборов торсовья. К проекту уже присоединились Вят, ГУ и его студгородок, правительство Кировской области, администрация города, Роспотребнадзор. Оставить заявку на установку контейнера в своем офисном пространстве может любая организация. И в завершении выпуска опросов валют. Доллар сегодня 60 рублей 25 копеек, евро 58 и 24. Мария Кожевникова, Новости экономики на Кирове. Программа «Экономика». Редактор субтитров А.Семкин